МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сессия Госсовета в связи со сложившейся ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции проходит в режиме видеоконференц-связи. Перед входом в зал всем депутатам без исключения выдавали маски, перчатки, предлагали обработать руки, антисептическим раствором и пройтись по антибактериальному коврику, чтобы снизить риск заражений коронавирусом. В зале только депутаты и наша съемочная группа. Для всех остальных была доступна онлайн-трансляция. На связи с законодателями были представители органов государственной власти. В самом начале очередной 39-й сессии законодателям предстояло согласовать кандидатуру нового прокурора республики. На пост главы регионального надзорного ведомства претендует Андрей Фомин. Он родился в 1965 году во Владимирской области. С 2014-го первый заместитель прокурора республики Крым. О рабочих заслугах кандидатов прокурора Чувашии парламентариям по онлайн-связи рассказал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Кандидатуру нового прокурора республики депутаты поддержали единогласно. Региональные встречи проведены, окончательное слово за федеральными властями. Депутаты не оставляют без внимания неблагоприятную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Помогают районам республики, предприятиям. Рассказывать об этом не любят, но для нашей передачи сделали исключение. Так, председатель Госсовета Альбина Егорова обеспечила 10 многодетных семей Чебоксарского района продуктовыми наборами. Юрий Зорин передал в районы республики средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Отвез дезинфицирующий раствор для волонтеров, антисептики, маски и перчатки тоже. Потому что волонтеры находятся на самой передовой. Они развозят по домам продукты питания, товары первой необходимости, а также лекарств. Поэтому волонтеры, как никто, должны быть обеспечены средствами защиты. Также я свой округ избирательный в Янтиково, Урмары, Козлоке. Прошу субботу отвез по тысяче пар перчаток, по 10 литров дезинфицирующего раствора. Вот сейчас я еще заказал на Химпроме кипохлорид кальция для Урмарского и Козловского районов. Глава администрации Комсомольского и Яльчикского районов республики выражает огромную благодарность за внимание, поддержку и оказанную материальную помощь депутатам Петру Краснову и Юрию Попову. Яльчикому району довели 200 многоразового пользования масок, 225 довели до центральной районной больницы в селе Комсомольское. Ну и сейчас мы готовим где-то около 400 масок, чтобы переправить и довести до жителей Канарского района. Надо охватить избирателей, жителей, особенно пожилого возраста. Ну и, конечно же, вот тех людей, которые работают в системе социального обслуживания в этих институтах, волонтеры, особенно молодежь. Они же постоянно соприкасаются с населением и просто мы обязаны это делать. Две тысячи пар медицинских перчаток и минеральная вода переданы депутатам Валерием Павловым в волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Алексей Мурогин помог волонтерам оперативнее доставлять продукты и медикаменты и преподнес подарочную топливную карту. Пускай это может быть незначительным, но на этом мы не останавливаемся. Сейчас рассматриваем вопрос. Именно что касается в моем лице, я еще возглавляю совет отцов Чувашской республики, мы рассматриваем психологическую поддержку врачам, которые находятся на передовой, а именно так нужно назвать, достаточно тяжелой и физической форме, и в том числе моральной. Мы считаем, что это важно – оказать моральную поддержку. С данной инициативой мы будем выходить на уровень Минздрава Чувашской республики. Из дел общественных перейдем к делам насущным. Депутатами приняты ряд законопроектов. Один из них – это о детях войны. К ним относятся поколения, ставшие свидетелями тех страшных лет. Они, хотя и не участвовали в боевых действиях, перенесли многие тяготы – голод, страх, болезни, непосильный труд, потерю близких. Восстановление страны после войны также легло на плечи молодых и сильных людей того времени. Основной закон, который мы сегодня рассмотрели на Государственном Совете – это закон о детях войны. Действительно, этот закон мы давно ждали. Ждали на уровне Российской Федерации, что такой закон будет принят. Прежде всего, первый шаг, мы говорим, это предание и вручение нашей категории граждан, удостоверение, обозначивающее, что они являются детьми войны. Как подчеркнула председатель Госсовета Чуваши Альбина Егорова, принятие закона станет только первым шагом. Кабинету министров Чувашской Республики предложено рассмотреть возможность предоставления гражданам, наделенным статусом «Дети войны», мер социальной поддержки. Более десятка регионов России приняли этот закон, и те, кто пострадал от войны больше всего, это дети войны. И мы однозначно поддержали необходимость и целесообразность принятия этого закона. Статус «Дети войны» могут получить люди, рожденные в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Советского Союза и проживающие на территории Чувашской Республики. В настоящее время для них предусмотрены меры нефинансовых социальных гарантий, такие как внеочередное обслуживание в социальных учреждениях, внеочередное социальное обслуживание на дому и медицинская помощь в государственных медицинских организациях. Ждали, пока какое-то решение будет принято федеральным центром, потому как понятно, что региональные бюджеты в дотационных субъектах довольно скудные, и выделить какие-то средства, чтобы было их, например, не стыдно выдать, было всегда довольно затруднительно. Однако в этом году Государственный Совет Чувашской Республики продемонстрировал очень положительную, на мой взгляд, тенденцию, и, наверное, это будет определенным шагом к развитию, к усилению Госсовета. Закон и проект был внесен от всех фракций. Вообще такое, на моей памяти, по-моему, происходит впервые. Поскольку я знаю, на сегодняшний день контрольно-счетная палата Чувашской Республики занимается вопросом изучения трат на празднование столетия Республики. И если вдруг там будет подтверждение каких-то чрезмерных трат, возможно, деньги удастся, так скажем, сэкономить, и мы, возможно, при следующем уточнении бюджета, все-таки сможем выделить какие-то средства, в том числе и в целях поддержки детей войны. В ходе сессии приняли и закон о единовременной республиканской выплате в размере 25 тысяч рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. Деньги данной категории граждан получат до 9 мая. Поддержали парламентарии и семьи с детьми. Сумма материнского капитала будет увеличена, деньги выделят из республиканского бюджета. Сегодня мы принимаем закон об индексации республиканского семейного капитала. Эта сумма ранее, до сегодняшнего дня, она была в 100 тысяч рублей, и из республиканского бюджета выплачивалась сумма при рождении в семье третьего ребенка или при усыновлении в семью третьего ребенка. После внесения уточнения в действующий закон размер республиканского семейного капитала будет 150 тысяч рублей. И еще одно новшество будут. Одномоментно один раз родители могут взять на текущие свои расходы 20 тысяч рублей. Госсовет принял закон о снижении налоговой нагрузки на бизнес региона. Направлен он на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Именно они и в большей степени страдают от распространения новой коронавирусной инфекции. Во-первых, предлагается установить минимальные, те, которые минимальные источники зрения ставок, которые подпускаются в налоговом уходе с Российской Федерацией, на уровне ставки по налоговым в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В случае, эти объекты налогообложения, в размере 5% и в случае, когда объекты налогообложения не появляются доходы в размере 1%. В данный момент, меры поддержки смогут подкорбоваться на налогах политических, которые осуществляют свой бизнес в России. Основного вида, и те, которые в Москве появляются на тракторе, не только в техниках продавших, условно ухудшения ситуации, не влетают распространение коронавирусной инфекции. Законопроект коснется предпринимателей, которые работают в сфере парикмахерских и косметических услуг, химчисток и прачечных, такси, представляющих услуги по присмотру и ходу за детьми и больными, услуги поваров по изготовлению блюд на дому, экскурсионные услуги и другие. Для них будет в два раза снижен размер, потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателям годового дохода. То есть при расчете налога, подлежащего к уплате в связи с применением патентной системы налогообложения. В 2020 году предложено применять дополнительный коэффициент дифференциации 0,5. Новую рубрику, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне, открывает депутат, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. В его семье навоевали сразу три родных ему человека. Дедушка со стороны отца Афанасьев Николай Афанасьевич, собственно, в честь него назвали нашего собеседника, дедушка со стороны мамы Ефремов Филипп Ефремович и дядя Константин Филиппович Ефремов. Все они, к счастью, вернулись домой. Оба моих деда, они прошли всю войну, начиная с 41-го года. Значит, отец моего отца, он ушел на войну в 41-м году, его тяжело ранили, и в 42-м году он приехал на излечение. То, что касается моего второго дедушки, дедушки Филиппа, вот он здесь на фотографии, я его помню достаточно хорошо. Плохо слышал, у него была сильнейшая контузия, травма военная, вот, и с ним тяжело было общаться, то есть необходимо было подходить очень близко к нему, и таким громким-громким голосом что-то спрашивать, поэтому вот общение было таким. Дедушка, к сожалению, вот, ну, я был подростком, да, он не очень сильно рассказывал, он не делился военными годами, видимо, может быть, это было не очень приятно, но я знаю, что когда он рассказывал своим детям, вот, в 42-м году, по-моему, он тоже его достаточно сильно ранил и контузил, и после этого он с 42-го по 45-й год уже был при медсамбате санитаром, вот, и рассказывали, что в 44-м году они попали в сильнейшее окружение, власовцы окружили их, и вот трое суток они находились в болоте, были, попали в сильнейшую перестрелку трассирующими пулями, и, говорит, невозможно было даже голову поднять. Выбросили из окружения, и, что удивительно, никто не болел тогда. И третий фонтовик – это мой дядя, старший брат моей мамы, вот, он ушел на фронт с 17-летним парнем в 42-м году, значит, после короткой подготовки сразу попал в Сталинградскую битву, вот, был заряжающим орудием, с 76-милитровой пушкой, пушки, и там же получил ранение. Вот, находился в госпитале до весны 43-го года, и потом после поправки, соответственно, снова попал в войска. Но была такая история, которую он рассказывал, после госпиталя едут на фронт, как самого молодого на одной стоянке железнодорожную отправили, то ли за водой, то ли за каким-то провиантом прибегает, а поезд ушел. Все, поезда нет, эшелона. Ну и, соответственно, в военное время недолго разбирались, в штрафной батальон сразу попал. И в течение месяца он, да, видимо, какого-то события, когда там, что называется, загладил свое вино, вот он в течение месяца служил в штрафном батальоне. И после этого снова попал уже на фронт. Есть даже рассказ, этот рассказ командира полка, который помнит вот моего дяди, и каким образом они воевали вместе на Бугринском планстарме, как удерживали оборону при боях за взятие Киева. Прошел короткие курсы, стал начальником радиостанции роты, и уже до 45-го года войну закончил под Прагой. Он как раз вот руководил этой радиостанцией и имел достаточно серьезные, на мой взгляд, награды. У него три ордена. Вот это орден Красной Звезды, это орден Славы Третьей степени и орден Отечественной войны Первой степени. В одном рассказе описывается, как в течение суток они удерживали плацдарм, рота закрепилась на боевых позициях, когда проводила разведку боем, и до подхода основных сил они в течение суток удерживали вот этот плацдарм, за что он получил орден Отечественной войны Первой степени. Дедушка работал в колхозе, вот мой дядя, он по разным направлениям работал на партии, имел три высших образования, был строителем, юристом, многие годы руководил городом Чебоксары, да, и при нем город серьезно рос, развивался, поэтому мы гордимся, я горжусь своими родственниками, своими дедушками, своими дядей. Государственный совет Чувашии временно ограничил личные приемы граждан. Обращение можно направлять через услуги почтовой связи либо интерактивную приемную на официальном портале органов власти республики. Адрес вы видите на экране. О жизни и работе парламента Чувашии мы рассказываем каждый месяц в программе «Законодатели». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»